МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Барнауле внедорожник сбил женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшая переходила дорогу по зебре на перекрестке без светофора. ДТП произошло на улице Антона Петрова. Сейчас полиция разыскивает водителя. Он управлял внедорожником серого цвета. Всех, кто стал свидетелем аварии, просят обращаться по телефону, который вы видите на своих экранах. Несколько десятков жалоб поступило от жителей края в региональный Роспотребнадзор на качество овощей и фруктов за время работы горячей линии. Принимать звонки ведомство стало с начала июля. Обращались в основном жители Барнаула, Новоалтайска, Павловского и Первомайского районов. Жаловались на качество сезонных ягод, овощей и фруктов, а также интересовались правилами подачи претензий после покупки испорченных продуктов. Всего обратилось порядка 30 жителей края. Впрочем, звонить на сезонную горячую линию Роспотребнадзора можно до конца июля. В преддверии нового учебного года ведомство начнет принимать вопросы и жалобы на качество канцелярских товаров. Единый телефон горячей линии вы видите сейчас на своих экранах. Алтайский моторный завод задолжал своим работникам 7 миллионов рублей. Об этом сообщает полиция Бру. А Комсомольская правда Барнаул на своих страницах разместила фоторобот-насильника на велосипеде. Об этом и не только в обзоре СМИ Сибирской медиагруппы. В мае 2018 года 322 работника моторного завода не получили заработную плату. После вмешательства краевой прокуратуры деньги людям отдали. По информации ведомства, общая задолженность составила более 7 миллионов рублей. Полиция Бру сообщает, что зарплату на моторном заводе задерживают уже не в первый раз. А в отношении гендиректора возбуждено дело об административном нарушении. Полицейские Барнаула составили фоторобот предполагаемого насильника на велосипеде. Напомним, 8 июля было совершено нападение на жительницу краевой столицы. Потерпевшей чудом удалось вырваться и сбежать. По ее словам, и был составлен фоторобот. Подробные приметы предполагаемого преступника и телефоны, по которым можно сообщать о его местонахождении, есть на страницах Комсомольской правды Барнаул. Приятной новостью делятся корреспонденты Бийска. Яков Стрюков стал вторым на чемпионате мира по подводному плаванию. Для 21-летнего спортсмена это первая награда на взрослых соревнованиях. Напомним, два года назад Яков Стрюков стал победителем Кубка мира по марафонским заплывам в Ластах. Почему соперники из Италии и Греции пускали в ход кулаки, читайте на страницах Бийского рабочего. Елена Кузовкина, наши новости. Творческие встречи, народные гуляния, экскурсии, концерты завтра. 28 июля на Малой родине Василия Шукшина в селе Сростки пройдет торжественное закрытие шукшинских дней на Алтай. В 10 утра начнут работу два фестиваля песен и народного творчества. В полдень в мемориальной библиотеке есть возможность пообщаться с известными писателями, гостями шукшинских дней. В то же время можно будет принять участие в экскурсиях по памятным местам села. Их сотрудники музея Шукшина организуют впервые. Во второй половине дня праздник переместится на гору Пикет. Здесь откроется выездная, фото, выставка и выставка народных ремесленников. В 16 часов начнется торжественная заключительная программа. Гости узнают имена победителей литературной премии и какой из фильмов удостоен Гран-при кинофестиваля. Завершится праздник концертом певицы Пелагей. Современные художники посмотрели на творчество и жизнь Василия Макаровича, что называется, по-новому. В галерее Республика ИЗО открылась необычная выставка, называется «Палитра героя». Этот проект организован при поддержке Фонда возрождения национального культурного наследия имени Шукшина и гранта президента страны. Десять дней современные художники, в основном московские, провели на родине Василия Макаровича в Сростках. Наблюдали за местными жителями, их привычками и поведением. На основе этого авторы и создали свои произведения искусства. Сложно воспринимать видео, аудио, звук или какие-то там медиа вещи как произведение искусства. Но оно так и есть на самом деле. Такая современная выставка в Барнауле, возможно, будет не совсем понятна, но для этого мы ее и привезли. Шукшин, «Палитра героя». Напомним, что выставка работает в галерее Республика ИЗО «Вход свободный». Сегодня ночью взойдет кровавая луна. Жители края смогут увидеть самое долгое лунное затмение за сто лет. В ночь на субботу 28 июля земляне станут очевидцами редкого астрономического явления полного и самого продолжительного в 21 веке лунного затмения. Его уже назвали историческим. Оно совпадает с противостоянием Солнца и Марса, в результате чего красная планета максимально приблизится к Земле и окажется ярче других звезд. В течение полной фазы лунного затмения в час 30 по местному времени спутник закроет тень Земли и Луна приобретет кроваво-красный оттенок. Астрономы отмечают, такого сочетания земляне не увидят еще более 200 лет, так что советуем не упустить возможность насладиться редким зрелищем. И о погоде спонсор прогноза погоды компания Evalar. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Forte Evalar. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Forte Evalar. Почувствуйте разницу. 27 июля. В крае переменная облачность. Местами пройдет дождь. В Барнауле днем до 20 градусов выше нуля. Возможен дождь? Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова